привет сегодня я хочу показать как можно сделать вот такое плоское плетение без дырочек не ажурное вот это как бы подставочка под стаканчик или под кружечку вот у меня есть видео как делаю вот такую ажурную подставочку это чуть побольше под горячее вот это также может быть основой для корзинки только другой вид плетение плоский вот как можно сделать плоское плетение а не ажурное да сегодня я покажу я буду делать вот такое белое в середине это не обязательно может быть одного цвета уже нарезала такие колечки на так она выглядит каждая коль ширина каждого колечка вот здесь вот как бы это полтора сантиметра приблизительно может чуть меньше это не важно вот и что мы делаем значит берем одну вставляем внутрь получается буква т берем еще одно колечко одеваем снизу получается такая фигура и теперь берем еще одно одеваем на большое на длинное и а так просовываем коротко и вытягиваем и всю фигуру затягиваем это наше начало основа да если бы мы вязали ажурное плетение то мы бы делали вот так нам так не нужно мы вяжем не ажурным и хотим плоская что все закрывала поэтому делаем параллельно вот этому кладем сюда потом берем еще одно колечко одеваем сюда и одеваем на это и в короткое все время замыкаем так вот нас получилось два квадратика рядом да если сравнить с этим то у нас тут как такие ромбики получается да и квадратики посередине а здесь плетение найдут квадратики над квадратиком следующее можно сделать может делать идти по кругу да то есть вот здесь сделали наши следующие сюда нам нужно вот так одеть так и в короткую замыкаем сюда здесь вот немножко по-другому идет так как вот этому будем использовать и для этого тоже то есть мы опять же одеваем сюда посередине вот эту длинную продеваем вот эту короткую берем еще одно колечко одеваем сюда и вот в эту короткую мы вытягиваем получается у нас вот такое плетение то есть если вот это считать серединой да то мы сделали три вокруг и нам еще нужно с это сделать не два три четыре на то есть вот сюда мы сейчас дальше добавляем то есть на длинную часть мы одеваем сюда так прям еще одну так следующее надеваем вот так вот на длинное кольцо и вытягиваем короткую продеваем внутрь так получилось еще надеваем сюда вот здесь мы это используем то есть опять вот эту длинную мы продеваем внутрь сюда берем еще одну сюда и продеваем закрепляем все время когда замыкаем в короткую чтобы она так вот плотно то есть вот еще одно сделали чувством еще нужно 1 2 3 сделать опять одеваем на длинные так берем еще одну снизу одну другую то есть я сейчас делаю вокруг этого квадрата все точно также можно идти дальше и сделать большую корзинку плоскую таким плетение вот здесь да вот эту длинную мы должны продеть в эту короткую потом еще одну берем одеваем на длинную и в короткую так продеваем поэтому лучше идти как бы по кругу когда плетем получается вот такой вид дальше здесь что мы делаем здесь мы одеваем вот на эту часть продеваем короткую все вот можно сказать основу мы сделали если мы делаем вот такую подставочку то мы закончили сейчас что нам нужно если мы делаем я уже показывал другом видео до когда я делала вот такую прозрачную как бы с дырочками как можно сзади закрыть да то есть вот выбираем которая сторона нам больше нравится этот у меня лицевая это будет сзади вот и что мы делаем как мы закрываем здесь наверное можно подрезать я не подрезаю потому что я буду использовать возможно чего-то другого но если вы хотите чтоб вас было это то я не подрезала можно вот так подрезать здесь и здесь оставить в один слой только потом вот так вот подгибаем и вот в этот вот кармашек тут вот такой кармашек образуется и вот в этот вот кармашек так вот туда подсовываем вот и вот так вот закрыли еще раз покажу сейчас так вот сгибаем пола так сначала он так там вот этот вот кармашек эту короткую часть получается вот так вот закрываем край полом до этого места так эту часть точно так же здесь до чтобы не было очень толстая можно подрезать вот я говорю же ну то есть вот это вот частью одну убрать чтобы не было слишком толстая то и закрываем вот так вот по кругу получается такой край вот и готова как наша подставочка можно покрыть матч-патч на прозрачным лаком на водной основе пользуется вот такая подставка будет готова на сегодня все пока